Взрослый человек с детьми, который разрешает своим детям кататься с памятника. Видео, снятое жительницей города Березовского в парке Победы, на котором дети используют подножие мемориала боевой и трудовой славы в качестве ледяной горки, разойдясь по интернету, вызвало возмущение тысяч россиян, считающих недопустимыми детские забавы в таких памятных местах. Но еще больше, чем катающиеся по гранитным плитам дети, автор этого видео возмутила равнодушие пожилой женщины, судя по всему бабушке Озорняков, позволявшей своим внукам это делать. По словам женщины, сняв это видео, она подошла к пенсионерке и сделала ей замечание, но та на него не отреагировала. Прислушалась бабуля только к довольно резкому замечанию молодых людей, также обративших ее внимание на недопустимость таких развлечений. Только после этого она собрала детей и покинула мемориал. Березовчанка не винит детей. Откуда им знать, что можно, а чего не стоит делать в местах поминовения воинской славы? Но задается вопросом, куда исчез благоговейный трепет к подвигу отцов у наших стариков? Березовские журналисты напомнили, что это не первый подобный инцидент у вечного огня в их городе. Мемориал воину и родине матери был построен в 1975 году, а ровно год назад был капитально реконструирован. Бетонные скульптуры заменены алюминиевыми. Вместо асфальта появился гранит. Пилоны с именами погибших на фронтах Великой Отечественной войны дополнились ровно таким же количеством имен, которые были нанесены в год 30-летия победы. Тогда, в 1975 году, считалось, что в боях за родину погибли 3000 бейзовчан. Сегодня этот список насчитывает 6000 имен, не считая тех, кто вернулся с войны живым и умер после ее окончания. У подножия памятника в граните выбита цитата из стихотворения Александра Прокофьева. Сынам родным, повергнувшим фашизм, в оригинале Берлин, от благодарной матери России. Вот по этим самым словам, уже не сыны и даже не внуки, а правнуки матери родины и норовят скатиться то пятой точкой, то на самокатах или скейтбордах. Год назад, сразу после открытия обновленного мемориала, юные самокатчики стали использовать эту гранитную плиту в качестве горки. Отделу образования тогда срочно пришлось проводить уроки памяти в городских школах, чтобы объяснить подросткам цену, заплаченную их прадедами за сегодняшнюю мирную жизнь. Но еще больший эффект имел второй этап реконструкции Парка Победы, проведенный уже в этом году, во время которого была построена специальная спортивная площадка для занятия скейтбордом. Вероятным ответом на нынешний инцидент станет строительство в парке Детской Ледовой Горки, чтобы отбить у малышни желание кататься по памятным плитам.